все доброе утро теперь уже по-настоящему и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору конкретно как радоваться будем сейчас изучать как увеличивает радости сегодня как раз пост стр вот я голодный обычно когда человек голодный вот что он же не радуется а мы будем радоваться так секундочку все все и фейсбук теперь тоже можно смотреть на фейсбуке нет пишет так надеюсь что работает все дорогие друзья доброе доброе утро и так мы продолжаем изучать тору тора это учение которое бог дал еврейскому народу на выходе из египта как работает мир как он работает что в нем делать и вторе есть такая заповедь быть в радости жить радости быть радости и эта книга мы сейчас изучаем как быть радости значит мы вначале изучили что лишает радости 11 барьеров лишающих радости значит можем повторить быстренько чтобы помнить первое природа человека и его рептильный мозг его мозг млекопитающего ведет человека все время от радости к каким-то беспокойством страхом и так далее второе это что же у нас 2 сравнение сравнение когда человек сравнивает себя с кем-то а вот у кого-то получается у кого-то трава зеленее это ведет человека убирает у него радость третье нарушение планов у любого человека возникает обычное раздражение когда его планы нарушаются планы нарушаются практически всегда 4 4 чувствовать себя жертвой как будто бы у тебя нет выбора это лишает радости 5 5 это сми сми и вообще источники информации то есть если человек запрограммирован интеллектуально на на негатив то то он лишается радости шестое шестое вот я не помню кто помнит шестое может быть напомнит я почему-то шестое не помню так шестое сейчас мы найдем где-то записывал какой шестой барьер кто вспоминает седьмой это ранняя старость а вот что у нас шестое сжатие шестое это сжатие это когда у человека есть болезни неприятности разные и так далее это на него на небе есть суды в духовном мире он это чувствует и неприятности снизу когда вот реальные неприятности так какие-то то это значит что что у него на духовном плане что-то перекрыто сейчас до суды это называется деним на иврите и это карма дам уж карма плохая сейчас у него если по восточному сказать 7 ранее старость лишает старости 8 зацепленность на других людей когда человек пытается их контролировать на все время думают что они сделали как они сделали что они по нём думают это очень сильно лишает радости 9 9 перфекционизм лишает радости и 10 что у нас 10 кто помнит 10 после перфекционизма вожделение вожделение к деньгам и ко всем остальным вещам многие думают вожделение это хорошо вот у меня один есть клиент он спрашивает он говорит а как вот может быть не хотеть больше я могу я зачем те что не хватает не хватает все нормально я верю зачем я хотеть больше там денег например он говорит ну как но как бы так принято говорить что но вот хотите больше ну что тебе это даст то есть тебе же хватает хватает а если ты будет хотеть ты больше тебе будет не хватать будет не хватать ну так что ты выигрываешь если ты хочешь больше это как раз я вам сказал про 10 барьер который выучили мы из этой книги хорошо теперь а как радоваться первое решение это первое как бы то что он нам давал совет вчера радоваться это самое главное в радости это принять решение что я я хочу я выбираю радость я выбираю радоваться и прилагать усилия в этом направлении то есть ты там задумался потом смотришь на себя в зеркало такое лицо у тебя как будто бы умер кто-то ты такого по улыбнулся ты там где-то в начинаешь скучать ты опа включился то есть именно первый первый совет который мы выучили это очень важно это намерение принять решение человеком управляют намерения тот кто хочет знаете есть такая в торе выражение что нет вещи которая может устоять перед желанием человека но спрашивают на это высказывание да другие мудрецы в талмуд устроен так что вот мудрецы собирались вместе в вавилоне и они знали каждый какую-то часть торы какую-то частора не знали от своих учителей раньше не было интернета все такое и все учили от учителей вот они собирались вместе и значит брали какую-то вот такую же записанное высказывание в торе и начинали вспоминать все традиции устная тора что что кому учителя объясняли про вот этот отрывок и вот один говорит там нет вещи которая может устоять перед желанием а второго спрашивают говорит но посмотри вокруг но реально сколько в мире ситуации когда люди что-то хотят и у них не получается намного больше чем когда хотят и получается как же понять вот эту фразу нет вещи в мире которая может устоять перед желанием эндовар эндовар нет вещи которые может стоять перед желанием а он говорит ему так смотри говорит что имеется ввиду у человека внутри кроме самого человека ничего нет то есть внутренний мир полностью принадлежит человеку как сказал в притчах царь салмон он говорит человеку принадлежат тропы своего сердца ну то есть своего мышления но от блога уже митсаде гэвер от бога шади человека то есть уже как будет в реальности это от бога мы не можем много людей много всяких ситуаций так далее то есть но желание мое намерение она только мое и вот не ничто не может чека остановить внутри не что не может остановить желание чека чек может захотеть пробежать марафон захотеть полететь на луну захотеть сделать тройное сальто захотеть там может сделает или не сделает нет непонятно но большинство людей путают вот эти вот два понятия и происходит такая вещь как-то один раввин пришел к большим того основатель хасидизма это было там угла 200 1700 год значит получается 300 лет назад да и пришел один раввин такой он был великий мудрец и он пришел услышать учение большим того а большим того это основатель хасидизма он его учение было такое что всевышний он не только в торе не только в святых книгах а бог он везде весь этот мир это правление всевышнего и вот в этом был его как бы главный момент что бог с тобой разговаривает не только с книг из книг торы и святых книг а он с тобой разговаривает вот все вот это все что вне тебя это все проявление всевышнего и его к тебе обращение при знаете как известная есть история что один стоит просит просит ему всевышнего верить сегодня почему-то мне не отвечаешь а всевышний отвечает то что он не получает сейчас свою просьбу это есть ответ что значит он не отвечает он ответил но как понять этот ответ может это ответ пока нет может это ответ там надо что-то другое еще сделать понятно да идея теперь внутренние так вот этот вот раввин послушал большим того он ему говорит ну вроде все говорит логично но не я вас говорит не могу я вас понять и не могу принять ваше учение сказал этот раввин есть традиционная вот есть святые книги и бог он вас как бы в святости да в молитвах в святых книгах выполнение заповедей но обычная жизнь она потому и называется обычная жизнь что это не не всевышний большим того говорит нет всевышний везде а ты не не можешь это понять ты не хочешь это понять тот говорит ладно кара можешь не можешь хочешь не хочешь в общем он ушел выходит он на улицу это было 300 лет назад грязь телега такая и телега застряла в грязи и извозчик он ему говорит говорит помогите толкните телегу он говорит я я пожилой человек я не могу а извозчик ему такой говорит теми же словами как большим то ты не не можешь ты не хочешь и он тут понял что это был знак такой да что всевышний действительно ему показал что бог разговаривает даже через там простого человека из радио там бог везде и он вернулся к большим того стал его учеником так нет вещи которому которая может уставить перед желанием человека внутри поэтому первое было то что первый совет первый как бы он отдает уже начал давать практические советы как приобрести радость значит он говорит первое захотеть то есть захотеть и как узнал извозчик что этот раввин не не хотела не не мог знаете как он узнал это очень просто если он подошел к телеге и толкнул и у него не получилось тогда он не мог он может сказать я не могу но он не попробовал даже он же даже не попробовал поэтому он ему говорит ты не не можешь ты не хочешь потому что если у человека есть желание дальше это желание она она выражается в каком-то шаге а если ты сделал какой-то шаг так бог поможет если твое желание соответствует желанию бога то значит бог поможет поэтому очень важно очень важно понятно да это идея первое самое главное это сильно сильно захотеть быть радостным и бог поможет вот все желают друг другу цом каль легкого поста многие понимают многие не понимают я скажу легкую такую вставочку сегодня пост эстер пост эстер это перед пулемом сейчас наступает самый такой веселый веселый глубокий невероятно мощный праздник я сегодня чуть расскажу про него и завтра расскажу про него тоже конечно же завтра я рассчитал завтра про него больше рассказать сегодня перед этим праздником есть пост эстер вот завтра урок будет посвящен значит празднику курим завтра расскажу про праздник курим а сегодня постятся те кто в теме те кто сильно хотят служить всевышнему и а как служить всевышнему через выполнение заповедей то есть сегодня как раз есть такая заповедь не есть не пить от от четырех утра это началось от восхода солнца до где-то там ну до выхода звезд в израиль это 6 с чем-то вечера 640 630 все значит поэтому те кто постятся друг другу желают легкого поста потому что без еды без воды значит чека думают я не смогу а думать но я попробую пробует оказывается можно хорошо еще раз первое мы вчера изучили первое правило первый совет по мнению автора этой книги это захотеть быть радостным и когда это желание у тебя есть и ты о нем часто вспоминаешь он говорит о нем надо вспоминать постоянно в мелочах не в момент когда тебе там ты в депрессии плохо и ты вспоминаешь надо быть радостным и пытаешься стать радостным и не можешь это как прийти там раз в полгода в спортзал и стараться поднять штангу 100 килограмм нет если ты приходишь спортзал каждый день и поднимаешь гантель типа 10 килограмм то через там месяц-два ты сможешь понять штангу и 100 килограмм а если ты каждый день каждый час вспоминаешь по три по четыре раза в нейтралочке что нужно быть радостным улыбаешься и стараешься включиться в радость то тогда вот это намерение оно очень многое изменит твоей жизни и в тебе потому что вода которая капает на камень делает дырку в камне а намерение человека его желание вот это внутреннее нет вещи которая может уставить перед желанием она формирует формирует желание маленькое действие желание маленькое действие желание маленькое действие оп потом это как капли 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 делает дырка в камне Поехали. Сегодня второй совет. Второй совет называется на иврите «мили диштута». Это не на иврите, на самом деле, это на арамейском языке, но такое выражение, оно используется и в иврите. Такое-то ироническое выражение «слова и действия глупости». Ну, глупости, да. Интересно, что «мили», вот это вот слово «мили», и на иврите это «давар», «дворим», оно в иврите «слово и вещь» – это одно и то же слово. Представляете? Значит, «дворим» – это слова, и «дворим» – это вещи. То есть, Тора нам говорит, что слова, они материальны. Вот прям конкретно, конкретно, слова настолько материальны, что слово на иврите и вещь, да. Вот что это, можно сказать так, убери вещи со стола, да. Ну, как бы, убери стол, убери вещи со стола. Да. Это «лясир дворим», «дворим» – это слова. И то же самое в Айдабер, ну, то есть, кто знает иврит, он понимает, что это одно и то же – вещи и слова. Теперь слова глупости для того, чтобы сломать свои шаблоны и схемы. Значит, называется эта глава, этот совет. Он говорит, что человек с детства, он, как сказать, цементируется в какие-то схемы поведения. Вот здесь он приводит случай, когда к нему пришел, к этому раввину, кто писал эту книгу, пришел один человек, который занимал очень высокий пост в армии. И он пришел к нему, потому что у него были проблемы с детьми, проблемы с женой, у него были проблемы с… ну, в доме, да, это называется, не было мира в доме. И начали они разбираться, почему не было у него мира в доме. Начали они разбираться, и, вернее, до того, как они начали разбираться, тот пришел, и он был в армии, занимал какой-то очень важный пост, который… от него зависели прям жизни людей, то есть от его действий, от его… И он, как знаете, человек, который… вот у меня один есть товарищ, который был в спецназе, в каком-то самом страшном спецназе, который только есть. И дальше он, после того, как он вышел из этого спецназа, он участвовал в каких-то тайных операциях, в общем, совершенно такой человек, ну, как сказать, воин такой, да, воин, воин. И он реально такой… ну, такой, когда мы познакомились, он был суровый. Потом, конечно, он пришел ко мне на тренинг, он расслабился, он как раз… он был перегружен, и потом он сумел сбросить, у него прям катарсис был на тренинге, то есть у него просто его отпустило, и у него началась новая жизнь абсолютно. Это было удивительно, как изменил один тренинг, вот он снял вот эти шаблоны с себя, и, значит, после этого он начал совершенно новый этап жизни. Здесь он рассказывает про этого военного, он говорит, он сел, он такой серьезный, сидит серьезно, говорит серьезно. И он, вот этот автор книги говорит, а я начал с ним разговаривать таким, ну, измененным голосом. «Здравствуйте!» Он вообще чуть… он смотрит, говорит, что такое? Он «Здравствуйте! Давайте…» И начал с ним так разговаривать. Тот вначале не понял, зачем Равин это делает. А он ему объясняет, он говорит, смотрите, когда вы с армией приходите домой, начинаете так же разговаривать с женой с детьми, как вы там разговариваете, или как вы со мной сейчас начали разговаривать, то это людей приводит в состояние напряжения и страха. Вот, да, Ярослав говорит, полная дичь. Конечно, пускай Ярослав и дальше занимается своими серьезными делами, но радость, она человеку раскрывает новый мир. Кто не хочет радоваться, пусть не радуется. Но он объяснил этому генералу, этому военному, что быть все время в шаблоне серьезного, значит, напряженного человека, который все время в напряге, все время боится, это не лучший способ жизни, вообще не лучший. Для человека и для его близких. Конечно, на работе он может быть таким. Возможно, там это прекрасный способ поведения. Но дома такой способ поведения, он разрушал его жизнь. Он конкретно разрушал его жизнь, жизнь его семьи, жизнь его детей. Дальше он здесь приводит слова своего учителя, Раби Нахмана. И Раби Нахман, он говорил про этот ад. Он говорил, что человек должен очень сильно усилиться прямо, чтобы быть в радости в любое время и любыми путями. Значит, и он для этого должен искать различные возможности, тропинки, советы, уловки для того, чтобы с помощью этих способов порадовать свое сердце. Порадовать свое сердце, обрадовать себя. И в первую очередь это нужно делать через поиск никудотового, через поиск добрых, хороших точек, которые я нахожу в себе. То есть, как обычно работает психика человека. Так как, я не буду сейчас вдаваться в причины, но мозг человека, если ты его не направишь искать добро или искать способы для достижения цели, он на автоматическом режиме, называется это дефолт режим, он начинает искать опасности. То есть, мозг человека, который не ищет добро, не ищет пути достижения цели, а просто блуждает, он начинает обращать внимание на все негативные, опасные моменты, которые только можно найти. Он как бы сканирует реальность. Или вот сидит человек, ему нечего делать. Он, значит, сидит и думает, блин, что-то у меня в горло болит. Да? Ой, что-то кушать хочется. Блин, а может быть, я же забыл то заплатить, я забыл это заплатить, я то. А что это про меня вот этот сказал, какой-то дурак, да, что-то написал плохое. Что же это такое? Да, наверное, а может быть, то есть, ум человека, его интеллект, он начинает сканировать в поисках опасности. Почему это так устроено? Возможно, что когда-то, вот заходил человек, например, в лес, да, страшно, темный лес, милиции нет, полиции нет, никого нет. Одни соловьи-разбойники, и шайки каких-то бродяг, каких-то этих людей, которые больные, прокаженные, там и так далее, то есть, волки, медведи. Теперь, если он идет в лесу, и он слышит любой шорох, то для него что лучше сделать? Для него лучше предостеречься и подумать, что, наверное, это опасность, и убежать. И так, мозг человека настраивался на негатив на протяжении тысяч лет. Причем не только одного человека, всех людей. Они искали все время, где здесь опасность. Робин Гуды, там, Шлябинс, да, там, все такое. Теперь, но зачем это современному человеку? Зачем тебе искать опасность, если у тебя все хорошо? Значит, поэтому нужно перенастроить свой мозг на поиск хорошего. Вот это то, что говорит Робин Ахман. Хотя в его время была ужасная жизнь. Была, он-то жил в 1720 году, в 1730 году. То есть, тогда была 50% детская смертность. У него умерло две жены от болезни. У него умерли дети. Он сам умер от туберкулеза, там, в возрасте 40 лет. То есть, он боролся с болезнью. У него было, ну, совершенно ему было очень-очень тяжело в то время, да. И, значит, но он говорит, что надо вот предпринимать усилия для того, чтобы вызывать у себя радость, да. Искать хорошие точки в себе. И также через, милые дештута, через вот эти глупости, да, то, что называется. Значит, сделать себя как глупым, да. приучить себя к шуткам. Для того, чтобы прийти к радости, которая основа святости и основа жизненности человека. Теперь, значит, давайте разберемся, что он имеет в виду. Вот сидит человек такой, да. Он, есть такое понятие, высокомерный. Что такое высокомерный человек? Высокомерный человек, это тот человек, который, он очень, как бы, высоко себя ценит. И он очень сильно боится, что про него плохо подумают. То есть, он живет в страхе. Теперь ему все время кажется, что его недооценивают. То есть, его недооценивают, его вот эту высокую меру недооценивают. Какой-то оказывает эмоциональный эффект на него. Он все время в раздражении, в гневе, в конфликте с окружающими и в неудовольствии. Вот вся его жизнь высокомерного человека. Теперь, как чувствует себя человек расслабленный, который не высокомерный? Вот, мой учитель Равыцка-Зирбер, Зикроновцы Деклина Раха, он был самый скромный из всех людей. Он как-то, ну, в общем, он был вообще, вот просто, на него, вот просто, не просто простой человек, а вот проще простого. Он совершенно, мы к нему как-то пришли, было у старшего моего сына 20 лет назад, у него было три годика, его стригли, и мы приехали к Равыцкаку домой, привезли тортик, там есть обычай, чтобы, ну, святые люди обрезали волосы, стригли, в три года первый раз стригут мальчика. И мы к нему приехали с тортиком, он сам накрыл на стол, ему было за 80 лет уже тогда, 2003 год, он в четвертом ушел, за год до смерти, 86 лет ему было. Он сам не дал нам ничего сделать, он сам, то есть, он настолько простой человек был, который, ну вот, и он все время поэтому смеялся, он все время смеялся, мне было ничто не могло его обидеть, почему? Потому что он считал, что все, что он получает от Всевышнего и от людей, это большой подарок. И когда человек так относится к жизни, ко Всевышнему, ему хорошо, вы можете сказать, ну, а как же вот гордость, там все. Ну, смотрите, если человеку это приносит страдания, вот он высокомерный, и он со всеми в конфликте, на работу он не идет, все его недооценивают, что, ну, что ему дает его в высокомерности? Ничего. И вот он говорит, Раби Нахман, расслабьтесь, он говорит, не надо себя строить умных, не надо, значит, не надо корчить из себя умных, серьезных, старых, зажатых, расслабьтесь, то есть это все, то, что вас когда-то зажали в какие-то шаблоны, он говорит, ну, зажали, мы же не знаем, зачем вас зажали в школе в шаблоны, чтобы учителю удобнее было, вот он вам объяснял, там, с первого класса, сиди ровно, сделай серьезное лицо, смех без причины, признак дурачины, там, всякие вот эти вот усталки, кому они были нужны? Ну, ребенка же, он ребенок, его запрограммировали, и он всю жизнь потом ходит надутый, с кривой рожей, и все. Значит, дальше продолжает Раби Нахман следующую вещь, и от этого говорит, вы поймите, насколько нужно усиливаться для того, чтобы не отчаиваться, не впадать вот в эту вот депрессуку и так далее, не дай Бог. И, значит, основа быть в радости всегда, и человек должен себя радовать всеми возможными путями, которыми можно. И даже через вот эти глупости, делать себя как шоте, делать себя как глупый, была очень интересная история с царем Давидом. Когда царь Давид, они приносили жертвы, там был какой-то праздник, и он танцевал, значит, танцевал перед народом, танцевал, смеялся, кувыркался, пришел он домой, его жена ему говорит, Михаль, сын царя Шауля, она ему говорит, ты же царь Израиля, как ты ведешь себя, как простолюдин. Он говорит, а я радуюсь, веселюсь перед Всевышним, чего я есть простолюдин. А Михаль за то, что она вот так вот была высокомерна в этой ситуации, то Всевышний ее лишил детей. У нее не было своих детей после этого. Значит, дальше он говорит так, и делать всякие глупости, смеяться, прыгать, танцевать, для того, чтобы прийти к вот этому состоянию, внутренней радости, что эта внутренняя радость, это великая вещь, он говорит, это великая вещь, быть в радости, это открывает совершенно другую связь со Всевышним. Значит, ученые-психологи, они исследовали и пытались понять, зачем человеку нужны позитивные эмоции. Негативные эмоции, понятно, эмоция, это энергетическая реакция на опасность, мнимую или настоящую. Если страх, он побуждает человека, бей, беди, замри, понятно. Если раздражение, то эта эмоция побуждает человека что-то менять. Если это скука, она побуждает человека что-то делать, чтобы выйти из этой скуки. То есть, причины негативных эмоций, они понятны, и понятно, для чего они нужны, чтобы человек менял свою ситуацию. А зачем позитивные эмоции? Что, на что побуждает человека позитивная эмоция? И ученые, когда исследовали, на что побуждает человека позитивные эмоции, они открыли удивительную вещь, что в позитивной эмоции у человека пробуждается другой уровень мышления, пробуждается креативное мышление. Он вместо того, чтобы быть куда бежать или что с тем воевать, он начинает смотреть на мир и ему интересно, как этот мир изменить, как сделать его лучше, он начинает творить, он начинает писать стихи, любоваться чем-то. То есть позитивная энергия, она выводит человека на связь со Всевышним. Поэтому и говорил Раби Нахман, что нужно всеми силами вести себя в состояние радости и в этом состоянии радости у человека есть больше соединения со святостью. Но дальше он сказал очень важную вещь, дополнение. Он говорит, для того, чтобы слушать какие-то шутки и для того, чтобы говорить какие-то шутки, есть три условия. Первое. Нужно очень-очень быть аккуратным для того, чтобы не левгого бы кого-то шинить, для того, чтобы не обидеть другого человека. Для того, чтобы не обидеть другого человека. Это очень важно, да? Потому что ты работаешь, чтобы не быть высокомерным, а он-то не работает. Ты его обидел, своя шутка, он обиделся, побледнел, покраснел, это ты как будто бы его убил. Поэтому если шутить, то только над собой. Первое условие – никого, чтобы не обидеть. Второе, значит, не говорить, значит, есть в Пертьево такая мишна, сказала Раби Атива, что цхок, смех, векалут рожь, смех и легкомысля, Марделим это Адам Лейерва, они приводят человека к разврату. Значит, и здесь Рабина Ахман говорит, чтобы не было перехода вот в эту тему. Проводили исследования, каких мужчин больше всего любят женщины. Прямо когда-то я читал это исследование. Оказалось, тех, которые умеют вызвать в них радость, улыбку, радость и так далее, то есть веселых. Получается, что как только человек становится легкомысленный, легкий, да, вспомните все вот там Миронов, Ширвинд, ну все вот эти комики, да, люди же любят самые просматриваемые ролики разговорные в интернете, это как раз вот эти вот Comedy Club там и так далее. То есть люди очень любят смотреть комедию. Но вот тут он говорит, мы же зачем хотим стать веселыми, это же служение Всевышнему. Поэтому очень нужно остерегаться, чтобы никого не увидеть и чтобы не уйти вот в это легкомыслие, ну в сексуальные какие-то тематики, да. Третье. И нужно, значит, не стараться этим своим веселем возвыситься, да. Возвыситься, то есть действительно можно возвыситься. Человек, который весел, умеет шутить, он будет там душа компании от этих людей называют, легких, веселых людей называют душа компании. Так, Робин Ахман говорит, нет, нужно всегда помнить о главной цели. Радость это средство для служения Всевышнему. Ну хорошо, все вот это мы сегодня разобрались. Значит, в Талмуде тоже рассказывается про многих мудрецов, что они начинали урок с Милта Дебдихута, с вот какой-то шутки. И это очень такая вот важная вещь. Первое. Понять для себя, что радоваться нужно, прям реально нужно, прям очень нужно. И нужно, потому что последствия даже физиологической радости, это хороший иммунитет, это хорошее отношение в семье, с друзьями. То есть радость она и, когда человек радостный, у него есть много энергии. Много энергии. Все. Как радоваться? Любыми путями, включая танцевать, смеяться, улыбаться, шутить, читать анекдоты, рассказывать анекдоты. Все. Все очень понятно. Все, друзья, всем удачи, успеха, легкого поста. Завтра я расскажу про Медилат Эстер, про Пурим, как праздновать Пурим, какой в нем смысл. Мы сейчас приближаемся к очень невероятно важному дню. Пурим это такой день, который прямо приспособлен для чудес, для молитвы. Я сам лично видел, как в Пуриме один человек, у которого не было 14 лет детей, я вам завтра расскажу эту историю. И в Пурим 14 лет у него не было детей, врачи сказали, что и не будет. Значит, в Пурим за счет молитвы у него родился ребенок через буквально 9 месяцев и 3 недели после Пурима у него родился ребенок. Значит, я это прям видел своими глазами, это чудо. Расскажу вам. Пурим это такой день, такой праздник, когда открывается современным языком окно возможностей. Окно возможностей. Все, все меняется. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы заслугу того, что мы стремимся служить Всевышнему, выполнять его волю, чтобы Всевышний, заслугу нашей любви ко Всевышнему, радости, благодарности Всевышнему, чтобы Всевышний восполнил все, что каждому из нас нужно, а мы, чтобы умели это заметить. И поблагодарить, и порадоваться, и посмеяться, потому что у каждого человека очень много есть. Очень много есть. И очень важно научиться радоваться тому, что есть, а не все время смотреть на полупустой стакан, чего у меня нет, чего не хватает, чего мне не додали. Значит, и начинаем с того, что смотрим на то, что есть, и сильно этому радуемся. Все, до завтра. Счастливо. 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 Счастливо.